Вечер профессионального бокса в Екатеринбурге. Представляю вам шестираундовый бой в суперполулегком весе до 59 килограмм. Встречаете в синий угол ринга боец из города Краснодар Евгений Смелов. Уважаемые друзья, следующий поединок сегодняшнего нашего вечера весовая категория до 59 килограммов. И приглашается в синий угол Евгений Смелов. Этому бойцу 29 лет. Уроженцем города Краснодара он является. Провел на профессиональном ринге 6 боев, 3 из которых победил, 2 из которых одержал победы досрочных. Также он имеет 3 поражения, 2 из которых по очкам и 1 он проиграл досрочное. Также имеет он поражение. Дебютировал на профессиональном ринге он в январе 2016 года. Ну и на сегодняшний бой он выходит после такой, после предыдущего победы, которую он одержал. 3 июня 2017 года победил он по очкам. Скипаева Ивана. В красный угол ринга приглашается его соперник, боец из города Екатеринбург. Акшал Сулаймандык Булу. Ну а в красный угол приглашается боец, который представляет город Екатеринбург, Россия. Акшал Суламбек Улулу. Уроженец республики Киргизии является Акшал. Очень яркие бои он показывает. Хорошая любительская карьера есть за плечами у Суламбека Улулу. Вот мы видим Суламбек Улулу идет к рингу. В национальном головном уборе. Очень яркие поединки он показывает. 7 боев он провел на профессиональном ринге. Во всех 7 он одердобился победы. И в 4 досрочные. В синем углу боец из города Краснодар. Ему 29 лет. Рост 169 сантиметра. Вес 60 килограмм. 450 грамм. Профессиональный рекорд. 6 боев. 3 победы. 2 нокаута. 3 поражения. Евгений Смелон. Его соперник в красном углу ринга. Боец из города Екатеринбург. Ему 26 лет. Рост 168 сантиметров. Вес 60 килограмм. 350 грамм. Профессиональный рекорд. 7 боев. 7 побед. 4 одержанные нокаута. Несновящий поражений чемпион WBC Азиаконтиненталь. Акшал Сулаймандык Угулу. Преферер Семен Стахей. Уважаемые звуки, слушаем мои команды внимательно. Работаем программу, не нарушаем. Желаю удачи по углу. Нам показывают сейчас профессиональный рекорд с боксеров. В разносторонних стойках начинают этот поединок боксеры. Мы знаем, что традиционно свои бои проводят в стойке левши Акшал Сулаймандык Угулу. Очень хорошо. Он достаточно двигается на ногах. Мы знаем, что он является призером чемпионата Азии. По боксу среди любителей. Хорошо он двигается. Достаточно плотно и ощутимо он бьет. Это, конечно же, видно по его рекордсу. Четыре. Ох, какое точное попадание сейчас. Попал сейчас, точно попал сейчас. Его соперник. Евгений Смелов. Рефери. Семен Стахеев открывает счет. Под руку тут пропустил удар. И, конечно же, попытается использовать свой момент. Евгений Смелов. Атакует он. Посмотрим, сможет ли он финишировать. Что его соперник об этом раунде вяжет. Клинчует Акшал. Снова клинчует Акшал. Он, конечно же, Сулаймбек Угулу понимает, что сейчас ему нужно прийти в себя. Он будет вязать сейчас и ничего не дать сделать. Ну, а Евгению Смелову нужно пытаться, пытаться реализовать. Максимально реализовать этот момент. Ну, еще очень много времени в первом раунде. И бойцы еще обладают очень большим количеством сил еще свежи. Ну, вот, смотрите. Перехватил немножко инициативу. Акшал. Сулаймбек Угулу. Начинает, начинает он поддавливать. Пошла заключительная минута. И снова, снова рефери открывает счет Было тут действительно попадание Показывает всем своим видом Акжол Что все, в принципе он готов продолжать бой Но это два нокдауна в первом раунде И еще очень большое количество времени Конечно же сейчас попробует пойти, я думаю, на добивание Евгений Смелов Идет, 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 идет вперед Даже уже сам Акжол пытается реваншироваться Подходит к концу у нас первый раунд Очень он насыщенный был Два раза побывал на полу Акжол Суламбеху-Лулу Два раза открывал рефери ему счет И я думаю, конечно же, бездоговорочно Тут с огромным преимуществом первый раунд забирает Евгений Смелов Мы видим в углу тренерский состав У Акжола Это Андрей Напольских и Николай Попов Сейчас постараются, постараются максимально быстро Восстановить его соперника Вот мы ждем того повтора Вот тут вот очень плотно пропустил Упустил из виду Акжол своего соперника Закрутил его Евгений Смелов И тут вот под руку так ударил И точно попал коротким прямым Вот тут и второе попадание После которого также Семен Стахеев открыл счет Ищет, ищет Сейчас Акжол момента для того, чтобы Нанести свои удары Бойцы сходятся у нас в клинче Мы видим, средняя дистанция Ну и сейчас достаточно в непривычном для себя положении оказался Суламбеху-Лулу Снова хорошее попадание под руку здесь было от Евгения Видимо, открылось кровотечение из носа у Евгения Смелого Начинает, начинает работать Акжол в привычной для себя манере Хорошая атака по корпусу сейчас от Акжола Состоялся здесь немножко Евгений И тут же напропускал очень много неприятных для себя ударов Акжол очень хорошо умеет подбирать дистанцию Очень хорошо умеет боксировать через переднюю руку Видимо, он достаточно часто вытягивает на себя своего соперника И очень неприятно бьет Но надо отметить, что пока так, я думаю, есть хорошо до конца Не до восстановился еще Евгений Смелов О, прошу прощения, до конца не довосстановился еще Акжол Суламбек Но несмотря на это, смотрите, какое давление начинает оказывать сейчас во втором раунде Несмотря на то, что два раза побывал сам на полу, попустил по туловищу сейчас не показалось Смелов Больше, больше, да, подсказывают, мы слышим Продолжают бомбить корпус своего соперника сейчас Минута еще остается в этом раунде Перехватывает инициативу Евгений Смелов Здесь ничего не было, рефери Показывает, что было просто потеря равновесия Снова продолжает Баух Тут ниже немножко ударил Прям четко было видно на повторе Низковато ударил здесь Акжол, ну, не специально он это делает Пытается, он плотно попасть по туловищу И тут немножко так вот Поднимался как раз-таки Евгений Смелов Но действительно удар был прям Точно против правил Рефери в ринге Семен Стахеев дал возможность восстановиться Сейчас по правилам до пяти минут есть у бойца на то, чтобы восстановиться после такого удара Снова говорят, выше наносить удары Акжолу пропустил он несколько ударов тут у канатов В размен у нас Вон бойцы расходятся снова на перерыв Прекрасный второй раунд Несмотря на то, что к счету не открывали ни одному из бойцов Большое количество пропущенных ударов было попаданий с обоих сторон Хотелось бы посмотреть Интересно, на самом деле, кому отдали в большинстве своем судей второй раунд Потому что первый раунд, понятно С теми двумя нокдаунами, конечно же, однозначно И с очень большим счетом победу были Раунд был отдан Евгению Смелову Но вот во втором раунде были хорошие эпизоды с обоих сторон И даже не могу сказать, в чью сторону так однозначно можно было бы отдать тот раунд Но посмотрим Между тем, нас еще ожидает Еще четыре раунда Запланировано в этом поединке, несмотря ни на что Третий раунд Снова забирает центр ринга Суламбек Улулу Хорошо сейчас провалил Евгений и нанес двойку Очень опасно, опасно он бьет в разрез Другие мышцы Другие мышцы У Евгения Смелова в этом году, как я говорил Был у него уже поединок, в котором он одержал судейским решением победу И проходил он в июне 2017 года Ну а до этого было два поражения Одно судейским решением и одно досрочное поражение Это было, но это было в 2016 году И вот после этого Один бой провел уже Евгений Смелов и одержал победу Снова он поджат канатом И так работает, мы видим Акжол Суламбек Улулу Продолжает он разбивать корпус своего соперника Делает он ставку на вот эти акцентированные удары по туловищу Ну а свои две досрочные победы Евгений добился, соответственно, в четырехраундовых поединках Один раз во втором, а один раз в третьем раунде И это было также в 2016 году Между тем у нас пошла заключительная минута Третьего раунда Мне кажется, так существенно заметно Замедлился сейчас Евгений Смелов После тех ударов по туловищу, которые он напропускал Ну а вот именно как раз-таки Акжол Суламбек Улулу Так начинает приходить в себя Снова хорошая атака по туловищу от Акжола Вколачивает он туда свои удары Прекрасный третий раунд Сейчас мы видели, показывали нам угол Евгения Смелого Подсказывают ему в углу, что он ведет по бою по очкам Что вполне возможно Потому что так с разломным счетом он забрал первый раунд Но надо отметить От раунда к раунду начал потихонечку приходить в себя И прибавлять Акжол Суламбек Улулу И у нас еще есть три раунда впереди у него Для того, чтобы перехватить инициативу И тут как раз-таки задача, наверное, Евгения Смелого По возможности не дать Не отдать здесь инициативу Не дать перехватить ее Для Акжола Ну а Акжолу надо что-то показывать В этих трех раундах Для того, чтобы одержать победу В идеале, конечно, для обоих бойцов Это будет досрочная победа Поджал снова канатом Акжол своего соперника Снова начинает обрабатывать он корпус На мой взгляд, так очень мало стало Очень экономно стал работать Евгений Смелов Я думаю, конечно, он понимает Что он пока на исход третьего раунда Бел по очкам, но При таком малом количестве ударов Ему будет тяжело забрать следующие три раунда Ну а Акжол, мы видим, начинает поджимать И продолжает обрабатывать корпус своего соперника Тут немножко низковато наносил удар Акжол Но рефери внимательно средит Подгоняют Акжола Сулеймана Аулулу Его тренера Мы видим, подкричит на него Андрей Напольских из угла Призывает его больше наносить ударов Без сомнения, Андрей Напольских является Одним из опытнейших тренеров Урала Также наряду, как и Николай Попов И это прекрасный тендем, который дает определенные результаты Мы видим, боксеры хорошо прогрессируют Растут в команде у этих двух тренеров Но поджал сейчас в углу И хорошая комбинация была именно Акжола Ну а Евгений так немножко сбавил обороты в этом раунде Я думаю, все-таки те удары по туловищу Который в большом количестве выбрасывает сейчас Сулеймана Аулулу Они, конечно же, приносят определенный, конечно, результат Мы видим, замедляется, замедляется Евгений Концовка четвертого раунда Но я думаю, этот раунд в суде вполне возможно могут отдать и Акжолу Сулеймбеку Аулулу А у нас остается еще два раунда в этом поединке Акжолу Сулеймбеку Аулулу Пятый раунд Пятый раунд из шести запланированных Напоминаю, это весовая категория до 59 килограммов Снова-снова забирает центр ринга Поджимает канатом Акжол Сулеймбеку Аулулу Большое количество Сулеймбеку Аулулу наносит ударов по корпусу Ну и снова так очень экономно работает Евгений Смелов Очень мало ударов он выбрасывает Вот низко-низко опять был видимо нанесен удар Ну и конечно, если будет получено замечание минус балл Это будет не на руку Акжолу Сулеймбеку Аулулу Сейчас Сулеймбеку Аулулу сделал устное замечание рефери Семен Стахеев Показал, что это второй раз он уже делает такое замечание И вполне возможно, что в следующий раз будет снят один балл С боксера из Екатеринбурга Два раза попал с дальней руки сейчас Акжол Сулеймбек Хорошая комбинация его тут поджал в углу Сулеймбек своего соперника И слишком много неприятных для себя ударов пропустил сейчас Евгений Смелов И так еще очень много времени впереди Пошла заключительная минута и расколачивает, расколачивает у канатов Этими крюками по туловищу своего соперника Сулеймбеку Аулулу Видим, есть кровотечение из носа уже у Евгения Но оно уже в принципе достаточно давно Снова поджимает Акжол к канатам Евгения Евгений очень мало стал выбрасывать ударов И достаточно свободно удается подходить на удобную для себя дистанцию Сулеймбеку Опять у канатов в углу зажат сейчас Евгений Смелов Рефери приглашает в центр ринга Акжола Сулеймбека Аулулу И снимает с него один балл Очень-очень неприятная ситуация, конечно же Вроде начал немножко наращивать темп Увеличил свою инициативу Акжолу Ламбексу Улулу Но вот этот неприятный, конечно, удар ниже пояса Но действительно делал уже устное предупреждение Семен Стокеев Это не первый момент в этом бою Хорошо попадает сейчас в разрез Сулеймбек Опять начинает, он обстукивает своего соперника Концовка, концовка пятого раунда Действительно тут еще и низковато подсаживается Евгений Пятый раунд По бою именно вел, наверное, в пятом раунде все-таки Акжол Ну, правда, это тот минус балл, который он получил за удар ниже пояса Может не очень хорошо сказаться на судейских записках пятого раунда Но остается еще один раунд Мы слышали, что сейчас говорил Евгений Смелов, что действительно очень много ударов он пропустил и по корпусу И, конечно же, сказались те удары ниже пояса, которые были нанесены ему И достаточно сложно ему придется, конечно же, в шестом раунде Ну, а я думаю... И сам Акжол и его угол понимают, что ему сейчас нужна, конечно же, победа досрочная И это было бы идеальным развитием событий для Акжола Суламбека Улулу Продолжает бомбежку по корпусу Акжол Такой размен у канатов Здесь гораздо точнее сейчас смотрится Суламбек Улулу Но отвечает, отвечает, каждый раз отвечает Евгений Насколько бы сложно ему это не было Он показывает характер Калачивает раз за разом свои крюки Суламбек Улулу Но держит пока эти удары Но хотя еще очень много времени у нас остается в шестом раунде И плотные удары принимает на себя Евгений Смелов Несмотря на это продолжает, продолжает он поединок Низко было здесь, уходит низковато головой вниз Евгений Это опасно, конечно же, в первую очередь И для столкновения головами Сейчас несколько ударов точно под локоть туда нанес Суламбек Улулу Хорошо он попал, но Удается, удается пока сдержать своего соперника Евгению Даже не сдержать, а именно выдержать эти удары Пошла заключительная минута шестого раунда Немного иногда начинает складываться впечатление Что такой односторонний характер принимает этот поединок Но именно в этот момент и отвечает как раз таки Евгений Смелов Очень много безответных ударов он пропускает и крайне редко отвечает Вторая половина поединка так очень тяжело складывается для Евгения Смелого Ну, а мы видим, что практически полностью восстановился После того нокдауна, который... После тех нокдаунов, которые попал Акжо Фуламбек Улулу В первом раунде Продолжает он, продолжает он расколачивать своего соперника Прекрасный, зрелищный, драматичный поединок Ну и теперь хотелось бы узнать, кому, кому судьи отдадут победу в этом бою Нам показывают, что зал наполнен Очень большое количество людей следят за поединками Это же это Красавец, бля Мы видим в углу Евгения Смелого Конечно же уверены, все уверены в его победе Никто не сомневается Ну, по Тула еще больше пропал Основной курпус и ниже больше Пояса, нас и на нас Продолжение следует Приветствую, мне рассечения нет? Нет, рассечения нет Позволь маме привет передали Жене привет Она меня смотрит сейчас Я думал, что где-то за мной Залет Уважаемые дамы и господа Перед тем, как я объявлю судейское решение Давайте еще раз поаплодируем бойцам За этот, я не побоюсь этого слова Героический поединок Единогласным решением Победу одержал Акшо Сулаймон Беку И единогласным решением судей в этом поединке Победу одерживает Акшо Сулаймбек Уллу Прекрасный характер он показал Несмотря на те, конечно, два нокдауна Которых он побывал в первом раунде Тяжелый, тяжелейший, наверное, для него поединок Из всех поединков Акшо Это его тяжелейший поединок, который я видел Без сомнений, уважение Евгении Смелову Прекрасно он попал в первом раунде Но не смог развить успех И в дальнейшем потерял вот эту вот он Контроль За ходом поединка Мы видим, недовольны, конечно же Недовольны в углу Евгения Смелого Недовольны таким судейским решением Апеллируют они к рефери С большим количеством нанесенных ударов ниже пояса Но несмотря на это Судьи приняли такое решение Действительно, поединок был очень сложным Как для обоих боксеров Так и, я думаю, конечно же, для судей Ну а мы ждем продолжения Сегодняшнего нашего вечера поединков Напоминаю, что мы ведем нашу трансляцию В города Екатеринбурга И это экстра-турнир под названием Экстра-раунд-3 И у нас остается еще Четыре поединка сегодняшнего вечера ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»!